Всем хай! Приветики, мы так давно видео не снимали вот так, чисто перед камерой, я с тобой не сидела сто лет. Пока что у меня крайне непривычно смотреть на себя, поэтому не обращайте внимания, если я периодически буду смотреть маленький экранчик, потому что я просто не могу. Кстати, рохлый прикол в том, что мы начинали снимать это видео, когда у меня были еще длинные волосы, поэтому в кусках, которые мы будем показывать, у меня длинные, сейчас вот такие. Вот, что будет на следующей неделе, я не знаю, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте в себя уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И следующее видео по традиции выйдет, когда мы наберем с вами плюс 10 тысяч подписчиков. Наберем их завтра, выйдет завтра, наберем через месяц, ну, что ж поделать, придется выкладывать через месяц, поэтому подписывайся. Ну вот мы сегодня вместе едем, смотрите, зацените, руляны, я ставлю лайк. Можно отметить, что машина цвета розовая, вам действительно не кажется, да, она розовая. Во-вторых, вот эта вот пушистая пузька, я говорю, конечно, про руль, не про тебя, вот она пушистая. Можно, пожалуйста, тест-драйв, отзыв на розовый руль, удобно, неудобно? Очень удобно, особенно, когда холодно, и ты паркуешь машину где-то не под землей, где теплая парковка, и ты потом садишься, а он металлический, а тут ты просто пушистый и немножко холодный. В общем, в какой-то момент мы с Лианой подумали и решили, что надо бы пойти делать проверку маникюра у подписчиков моих. Поэтому в социальной сети я сделала опрос, типа, если кто-то делает маникюр, отзавитесь, чтобы я могла к вам приехать. И, собственно, мы приехали. На самом деле, мы выбирали по принципу, кто первый напишет, тому и поехали. Привет! Это вам? Это что такое? Неиронично! Конечно! Боже, я... Это что-то было невероятное. Идея делать маникюр подписчиков пришла Лисе, мне кажется, это просто лучшая идея, которая когда-либо приходила тебе в голову. Но мы приехали, и нас так тепло встретили, как будто бы мы лучшие друзья, которых давно не видели, по которым очень соскучились. Мне было супер неловко! Вообще, там были огромных два шарика. Просто шарик входит. Неиронично. У Лисы черно-белый, огромный, у меня фиолетовый и фиолетово-розовый, на котором написано «Кудри прекрасны». Это первый комплимент, который мне сделала моя девушка, когда мы начинаем встречаться. И я в шоке, типа настолько, такие подробности знать, это так круто. И сама девушка-мастер, она такая... И вот Леся, она такая милая, такая хорошая, у нее просто... Короче, смотрите, как у нее в кабинете. Я просто в шоке, вау! Что? В кабинете было просто невероятно. Там было невероятно много всего. Драгоценные камни, стразы, огромное количество стемпингов, безумное количество всевозможного чая, кофе. И мне очень трудно вам все это показать, потому что в маленьком пространстве такое количество классных штук, это просто поражает все, что может поразить. Прикольно, у тебя тут вообще столько всяких штукетных хайповых. Я тоже, когда мне Леся аудио записывала, я такая, стоп, там на фоне наши с Лисой голоса или у меня уже глюки. Она такая, нет. Может быть, все так мило, я не могу. Офигеть! Мне кажется, мы сейчас сейчас стесняем просто, потому что такие... Блин, это очень круто. Вот из вас такая же кофемашина, у Лисы в квартире такой же диванчик. Да, диван у меня такой же, реально. Это вот у меня на доме вот такой был, именно в том же самом цвете, я уже заценила. Моя курка уже как на своем месте. Даже Старбакс, посмотрите, здесь, конечно, полный сервис у нас. Венища, ездили любители, синоборный ирландский крем, все как должно быть. Считаю, это абсолютно миллионный лайк. Вот такой вот, вот. Аббироль, мартишки в холодильнике. Знаете, вот бывает так, что идешь по улице, замечаешь человека, и стиль у него такой очень интересный. На самом деле, мне очень нравится, когда люди умеют себя выражать через какой-нибудь странный макияж или странный стиль одежды, делают какой-то прикольный кастом. Очень прикольно, на самом деле, наблюдать, как человек не просто следует каким-то трендам, но отдает частичку себя. Кстати, как правило, мне кажется, что такие люди, которых очень интересно разглядывать, ищут свою одежду не в обычных каких-то базовых маркетах, а ходят в винтажки, в секунды, смотрят какие-то прикольные идеи, не знаю, где-то что-то купить, что-то там докастомить, что-то найти такое странное и необычное, чтобы вот реально выделяться. И знаете, вот мы сейчас все с вами должны благодарить наш век технологий. Когда, например, на Авито можно купить абсолютно новую вещь от локальных и нишевых производителей. Или можно собрать гардероб из люкс-винтажа. А еще я считаю огромным плюсом, что эти сокровища можно найти благодаря новым фильтрам состояний. Называется фильтр состояний новая с биркой. Еще я считаю огромным плюсом, что с помощью Авито доставки можно найти вещи не только из своего города, но и из других регионов. Кстати, когда я раскопала для себя эту функцию, я в ней очень долго залипала, потому что там прям реально огромный выбор. Естественно, эти функции доступны не только с компьютера, но также и со смартфона. Главное, обновить и до последнего приложения Авито. С телефона это выглядит вот так. Сюда тыкаем на новая с биркой, выбираем пункт с доставкой и все, можно начинать. Так, ребятки, теперь внимание. Видите промокод? Это промокод на бесплатную Авито доставку. Действовать он будет только исключительно 5 дней с момента выхода этого видео и воспользоваться им может только первые 100 человек. Поэтому скорее бегите обновлять приложение Авито и посмотрите все это. Вам безумно будет интересно, ибо шмоток крутых очень много, как всякие другие штук. Но из бесплатной Авито доставки, вот. Я пошла к своей девушке, ее звали Яна, она также работала в салоне красоты. Когда я пришла, честно говоря, я очень удивилась, почему мы до этого салона вообще не добрались самостоятельно, потому что он буквально очень хаотичный. То есть там все ярко-розовое, там везде неон, там какие-то странные надписи. У них огромное количество коробок со всевозможными там аниме-штампами, с всевозможными бриллиантами-кристалликами. Там чего только не было. Я реально, когда пришла, у меня была первая мысль, как мы вообще сюда еще не пришли самостоятельно. Так, я приехала в мой салон. Сейчас посмотрим, где он. Чай, кофе, дадут к шампанское. Молоком, ванка, точно нет, а вот кофе, да. С молоком без. Обычный чай, конечно, спасибо большое. Без всего. В общем, я прихожу, сажусь, мне приносят, как обычный чай, кофе. И тут у меня мой мастер спрашивает, типа, что тебе принести? Я такая, ну, давай будем делать маникюр с аниме. Как же без этого? Она такая, ну, конечно, мы будем делать маникюр с аниме. И притаскиваю мне огромную, вот такую вот огромную коробку, которая полностью завалена аниме-персонажами. Так, я пришла, значит, в свой салончик. Просто зацените, сколько всего есть. Даже BTS есть и Genshin. Боже мой, какая роскошь у тебя тут вообще. Просто приходишь сразу, типа, говорю, так, вот аниме, выбираем. Да. Я такая, типа, это что? Она такая, а, ну, это вот, типа, одна из наших многих коробок. У нас их вообще целая куча, на любую тематику там фигеть. У них есть коробка с сердечками, которая просто гигантская. И ты можешь набирать себе любые там сердечки, ну, вообще, любые узоры. Я охренела. В итоге я нашла себе там, да я все там нашла. Я бакуга, конечно же, нашла, но я подумала, что слишком много бакуга в моей жизни уже стала. Просто я когда узнала, сколько стоят эти наклейки, я обалдела. Наверняка есть какая-то оптовая цена, и она в сто раз ниже. Но у меня Даша купила себе буквально две пластинки этих наклеек за тысячу рублей. Чего? Это очень дорого. Знаете, вот, лютейшие муки, когда ты просто видишь и вот это, и вот это, и, блин, геншин. Ну, ладно, я буду делать маникюр в стиле геншин, что еще нам остается. Я заранее знала, как будто делать маникюр. Я решила, что я хочу розовый, чтобы он был под цвет машины, конечно же. И знаете, что сделала Леся? Я ей скинула две идеи дизайнов, одну на одну руку, другую на другую, и она заранее опробовала сделать этот дизайн. Ну, вообще, наверное, это норма, когда дизайн для тебя не знакомый, и мастер заранее пробует его сделать, но у нас такого ни разу не было. Никогда такого не было, и я сокрушалась на это летом даже. Да, я думаю, что мастер, который бы так сделал, обязательно бы сказал, что вот, я заранее пробовала сделать ваш дизайн. Ну, не умеешь, не берись, как говорится, все, считаю, очень правильно было. Да, Олеся сделала, у нее очень красиво получилось, она еще сама покреативила, сделала разные варианты, и я увидела, как она сделала, и я такая, блин, ну, давай прям вот так, как ты сделала, так и будем делать. Ну, мне прям очень нравится дизайн, который ты сделала, мне кажется, прям так можно сделать все ногти, только одним цветом. Ну, реально, приступили к снятию маникюра, это, кстати, был маникюр из прошлого салона, и сейчас я покажу вам рухлый прикол, помните, тот потрясающий ее маникюр с камнями. Короче, вот так это выглядела. Идут говорят, что это потрясающе. И я ошибся. Ой, боже мой. А он у меня, я его отковыряла. Я вообще не была готова к тому, что она сейчас оторвется. Я отковыряла этот камень сама, и потом дома его приклеила на резиновый момент. Ого. Да, поэтому он так легко ушел. Убеет его предоставлять, оказывать, и любит людей. Это так круто. Это видно абсолютно в мелочах, которым просто это пространство насыщено. Это офигенно. Естественно, там в конце, как обычно, конечно же, мы накреативили и внесли пару изменений, но это и попозже увидеть. Когда я села с дизайном, я, естественно, уже просто сидела, перебирала эти наклейки полчаса. В итоге я подумала, решила, ну блин, давайте сделаем геншин маникюр и, короче, все это делать. Знаешь, я предложила мне очень клевый вариант налетить не просто геншин, но также, там, не знаю, сделать. Вуаля, они в граффити находятся. В самом начале маникюра она использовала тальк. У меня такое было впервые, поэтому, естественно, я уточнила, а что это такое только что было. Тальк нужен для того, чтобы твою кожу сделать более комфортной для меня, потому что она немного влажная. А, здорово. Чтобы не махрилась, не тянулась за крыжой. Говорит, я у тебя никогда на канале не видела, что тебе ногти оформляли в стиле граффити. Прикольно. И мы, собственно, стали это все рисовать. Так, идем смотреть. Сколько здесь силы. Нам что-то типа как огонек, да? Нам что-то вот красное и синее. Ой, смотри, вот здесь какие-то сердечки голубые вроде прикольные выглядят. Это я прям посмотрю. Потому что сердечки голубые мне очень нравятся. Только тоже есть, но они немного другие, но... Нет, такие прям супруги. Такусные. Если нам попроще. Это пирсинг, да? Да. Но у тебя отлично ледяные ножки, да. Пирсинг у нас не получится. Ну, прям, смотрите, много всего класс. Красота такая. Да, это цепочки на миксу. А цепочки мы можем что-то уложить или не сможем? Мы можем вот так вот сделать. Сделаем? Да. Давай красную и синюю найдем или голубую. Да, давай. Так, вот здесь красная есть. Вот, отличная. Не, раньше была. Ага. Ну, она какая-то прям винная, знаешь, если тебе такая нравится, можно взять. Если не есть поярче, хотелось бы поярче, потому что голубая вот вроде неплохая. Вот эта вот. Очень важно еще, когда ты сидишь с мастером, какая атмосфера вообще создается, и атмосфера была в салоне потрясающая. Леся работает в своем кабинете, она его безумно мило обставила, там сделано абсолютно все для человека, то есть буквально от кофе с какао-бомбочками до мартини и шамбанского. Да, там были сиропы, там просто все было, там орешки стояли, конфетки стояли, просто очень удобно. И что еще мне очень понравилось у нее в кабинете, то, что у нее стояли конфетки рядом с клиентом. То есть не так, что когда тебе приносят чай, кофе и отдают одну конфетку, а у нее буквально просто месяц все стоит, и это круто, это очень круто. Короче, тут очень-очень-очень хороший и удобный стул, что очень важно, когда ты сидишь долго на маникюре. И, наверное, обычные люди, как это плохо звучит, ну, короче, люди обычно сидят, ну, час-два, и они могут не устать, но это все равно очень важно, иметь клевый вот такой стул. А еще Леся, мастер, сказала, что очень важно, чтобы стул был кожаным, потому что его нужно протирать перед каждым клиентом. Я этого не знала, об этом, кстати, вообще никогда не задумывалась, это любопытно. Я все еще выбираю цель. Мы сейчас какой этап, получается, делаем? Мы сейчас выравниваем жесткой базой, а далее уже будем закрашивать, класс, миски. Мы можем вот эти вот робики выложить с оборотной стороны ногтя, от кончика ногтя к основанию. А что вы сейчас делаете? Мы сейчас хотим посыпать песочком, чтобы смотреть, изменится ли оттенок розового. А, то есть вы, типа, хотите заранее проверить, насколько это будет хорошо-плохо, да, смотрите? Прикол. То есть ты прям реально сушишься сейчас типцу? Че? Офигеть. Господи, я уже представляю, какая красота здесь будет. Сумасшедшая. Я не могу. Всем клеся, срочно. Все ссылки и контакты будут указаны в описании этого видео, поэтому смотрите их. А, и, кстати, впервые сделали мне укрепление вот этих вот, как они, коротких гелем? Не укрепление гелем, а вот достраивали уголки. Во, помнишь то, что мне в салоне инстасамки стирали, что как бы мне делали укрепление, но факт не делали. Интересно, что получится. Мне первый раз донастраивают уголочки, я, честно, думала, что гораздо дольше. А это, оказывается, берут обычный под специальный гель и все. Круто. Прием такой? Угу. А, прикольный, красивый. И да, в салоне, где отслуживаются инстасамки, мне этого не делали, хотя владельца утверждала, что все мне делали. А, ну тут непонятно. Тут, видишь, он просто вот сильно плотнее как будто. Прикольно. А, ты вот так... О! У нас, получается, уже вот этот вот цвет, да, пошел? Да. Первый слой. Он прям такой красивый, молочный, прозрачный, неприятный. Угу. Красиво. Вот, красивая. Берем делька. Только ты учти, что мой сможет выглядеть примерно только его лицо. А, хорошо, ладно. Значит, дальше у нас тоже вот на этом слайдере тоже его еще он сверху. Вот это, да, это он. А вот этот вот огонек со слайдера. Вот это, да. А теперь режем киеве. Собственно, вот у нас тут получается контент. Товарищи, которые лежат, цепки всякие и мой палец, которые достраивают. Лиана с ее мастером что-то решили сделать какой-то лютый креатив. Они выбрали очень прикольное яркое неоновое покрытие и решили засыпать его вот таким вот штучками. Я забыла, как они называются. Чтобы у нее был эффект такого матового песка на ногтях. Видишь? Просто сложно увидеть. Смотрите, у меня глянцевый ноготь, а это матовая текстура. А мне нравится. Да. Мне пипец как нравится. Можно потрогать его уже? Сейчас выклю, чтобы тебе не нравится. Да. Можно трогать, чтобы ты почувствовал, какой вот он на ощупь. Да. Не совсем масло, да? Вот. Трогай. Офигенно. Офигенно. На, скажи. Просто, да, вообще кайф. Вау. Как раз там впечатление за счет акрилов. Балдеж. Пушка, пушка, делай. Вообще, вообще, балдеж. Бери, бери, надо делать. И цвет вообще не портился. Да. Вот этот ноготь мы хотим делать. И мы думаем сделать его тоже на вот такую подложку из акрилового песочка или на глянцевую подложку. Как считаешь? Ну, мне кажется, стразы на матовом будут смотреться еще более ярко и прям будет лучше. Да, тем более такого я ни у кого не видела. А какой ты любишь френч? А в плане какой я люблю френч? Я не очень поняла вопрос. С глубокими усиками, коротенький, прямой френч. Как много вариантов френча. Слушай, хороший вопрос, но как вот ты сделала на примере, мне нравится. Прикольно. А то, что белый он буграми, это просто сейчас, потому что мы в процессе, да? Я тоже вижу. Мне было настолько челово, что мы там сидели с четырех дня, и я уехала оттуда в три часа ночи. Я уехала в одиннадцать, потому что я не выдержала. Они там сидели, им вообще было просто по кайфу. Тебе нравится? Да. Да, да, нравится. Это розовый в один у нас слой или уже в два? В один, а на втором мы будем засыпать этим самым песочком. Да, идеально. Лесь, мне срочно нужно это домой. Не в плане забрать у тебя, а в плане где это купить. Где ты это купила? На адрес 1. Офигенно, это стики? Да. Стой. Говорю, что они полезнее, чем пакетик. Заберу у тебя. Не хотела делиться. В этот раз было вообще короткое. Да, я в этот раз решила, что мы будем делать акцент чисто на дизайне и на всякой приблуде, которую я покажу, потому что я сняла в первый день, а потом я все это грызгнула. Прикольно. Ну да. Блин, прикольно. Я такого не видела еще. Вообще супер получается. И цвет слушает, я выбрала прям реально идеальный, потому что выглядит очень хорошо. Угу. Не да. Под наклейки вообще хорошо. Я решила в этот раз действительно впервые сделать короткие ногти, потому что мы никогда не делали проверку маникюра на коротких ногтях. А так на коротких ногтях пространство для работы меньше, мне было реально очень интересно, как справится моя мастер. И, ну, вы увидите, конечно, все в дальнейшем, но пока мне предложили интересное предложение. Давайте вместе его обсудим. Что вы думаете на эту тему? А ты бы хотела сходить на маник в парк? В парк? В парк. Что-то к парню сходить на маник. А почему нет? Сейчас типа в ТикТоке дофига всяких парней, которые делают маник. У тебя есть какие-то знакомые, которые хорошо делают? Да, я подписана на отнази. Ой, дашь потом контакт, интересно. Окей. Тем временем у Лианы. Какого тебе со мной на маникюре уже? Сколько? Пирожки. Да ты что? Все в порядке. А, сейчас. Восемь, сори. А, еще печь, печь, печь часов. Ну, каково тебе? Я понимаю, почему она так долго делает маникюр. Но я вам этого не скажу. Я думаю, вы сами догадаетесь. Нет, не в мастер-дела, все проблемы в Лиане, она проблематик, ребят. Обожаю. Это что-то так синемерзоткино здесь, а? Я все, что хотела сказать, сказала, остальное все равно вырежу, понимаешь? Можешь не снимать. П, подруга. А почему ты все вообще нельзя его просто окунуть, ты сказала? Чтобы не нарушить, не дай бог, текстуру самого гелака. Чтобы не было никаких потеков. Блин, они такие вот текстурные на ощупь. Представляешь, что вокруг глянцевые. Блин. Прикинь. Вообще разнос. Кто бы мне такие сделал? Красота. Ну, матовый, розовый, это просто любовь. Там как будто, не знаю, даже как будто всякая какая-то приемная на ощупь. Горит, как будто. Да. Еще как будто машину взяли, да, но все принесли. Смешно. Блин, так хочу, чтобы ты скорее потрогала. Ой, блин, вообще кайф. Очень-очень приятно. Очень. Вообще класс. И типа все, они готовы вот тут вот уже, да? Еще стразики. Еще стразики? Да, да. Нет, нет, потому что вот здесь это уже готово, то есть оно вот здесь сверху не будет ничем покрываться. То есть все, вот он вот такой вот. Круто. А потом они приступили к тому, чтобы инфрустировать все это стразами. И боже мой, вот вы себе даже не представляете, насколько это красиво в жизни. То, как на видео, оно в целом выглядит неплохо, но в жизни это смотрелось офигеть, как охренительно круто. Они очень блестят. Вот здесь даже лучше видно, как они блестят. Красиво очень. Очень красиво. Офигеть, они такие розовые. У меня давно не было такого... Я даже не знаю, какое слово подобрать маникюра. Офигеть. Как будто такое классическое, но при этом вообще не классическое. Не знаю, как ты понимаешь, о чем я. Понимаю. Разнос. Мы хотели нарисовать линию, но из-за того, что очень текстурный ноготь, насчет песка акрилового, линия растекается. Вот. И мы решили, что мы нанесем просто стразики без этих линий. То есть, как вот здесь бульонки, мы по той же схеме нанесем стразики. И дальше уже посмотрим, нужны ли между этими стразиками бульонки или нет. Покажешь, как ты берешь стразик? Чтобы не марать стразик, Леся берет стразики восковым карандашом. Это же, блин, гениально. Это очень удобно, мне кажется. И стразик не марается, и все хорошо. Почему все так не делают, тут неинтересно. Ну, это, конечно, просто дилемма-дилемма. С этими ногтями мы уже закончили с этой рукой. Вау, выглядит просто бомбически. И вот, Никла, дилемма, что же делать с обратной стороной? С одной стороны, очень хочется имелить. С другой стороны, не хочется, чтобы Леся уходила домой в 3 часа ночи, потому что, ну, я понимаю, что мы в 12 не уйдем, потому что наша другая рука в стразах, это кажется невозможно. Ну, что ж, наш оптимизм, ну, не знаю, и вера в красоту победила, и мы сейчас будем выкладывать в эту сторону всю сверкающую роботу. Мне кажется, я не буду снимать эти ногти никогда. Я буду ходить с ними, не знаю, несколько месяцев. Хотя, с другой стороны, если мы приехали, мы можем делать что-то еще. Причем мы так долго делали не потому, что что-то не получалось, нет, все было прекрасно, просто потому что мы болтали, кучу времени обсуждали, что мы будем делать. Я, причем, еще с вами такая, я еще вот такая дотошная, что там стразы клеим, и Леся сначала показывает мне, там, ровно ли мне, потом только мы отправляем в лампу, то есть я такой контролер, контролируй, все. Я абсолютно поняла, почему Ляна все время так долго делала маникюр. Кстати, мы с моим мастером это тоже обсуждали, и я ей пожелала, потому что ты долго делаешь, очень дотошно, и не то, что я, типа, делаю что-нибудь, чтобы было классно, она такая, да, все будет классно, я такая, да. После того, как мы перенесли все наклейки, я решила, нужно весь маникюр будет как-то декорировать, поэтому мы подобрали огромную кучу всего, и на одну руку, где делюк, я сделала красное сердечко, а на вторую нам нужно было голубое, а его не было. Короче, не знаю, насколько это будет долговечно, возможно, он в итоге будет зеленый, но не было, короче, синего сердечка, и мы решили сделать вот так вот, на зеленое налить голубое, в надежде на то, что эта тема сработает. Пока кажется, как будто бы все должно быть огонь. Это выглядит очень мило, они прям такие сладкие, даже когда я вам покажу уже готовый результат. А ты делаешь такую штучку, чтобы запечатать, да, его? Ну, типа, чтобы первоначально как-то это закрепить, и потом ты поставишь в лампу. Круто! Какая в церковь. Блин, прикольно, а с этими цепочками водом находишься? Да, они вообще не мешают. Не мешают, да? Да. Но твой маник, конечно, вообще просто роскоши бутиков. У меня такой братский маникюр, такой для обычных девчонок. Ну, прикольно, мне нравится очень. Ну, что самое интересное, мы покрыли обратную сторону ноготков розовым, и теперь что мы наносим? Ломбики. А, это? Всю внутреннюю сторону, получается, вот это вот руки. Они сначала промазали розы, а потом покрыли вот этими вот блестящими штуками, которые лежат на заднем фоне. И, блин, ну, когда увидите конечный результат, мне кажется, вы вообще обалдеете, насколько это круто выглядит. Ну, что ж, у нас тут самое сложное. Решить, что делать на этой руке. Мы будем фигачить стразы на всю руку. Ну, что, цепляем большие стразики. Ну, как горят, ну, что такое все. Так, мы всю цепляем вот эту красоту. Ну, это прям, я не знаю, как это описать. Боже мой, это очень красиво. Мне тоже нравится. Я прям в восторге. Но единственный момент, я потеряла одно сердечко, поэтому покажу вам версию, которую я сняла сразу после салона, чтобы вы могли оценить. Так, мне все нравится. Ну, еще я отковыряла большое сердце, спрашивала в моем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, если хотите поучаствовать в этой рубрике. Просто, ну, типа, подписывайтесь. Я буду вас там всех ждать. Кидайте идеи маникюра. Я спросила, можно ли приклеить его на клей-момент. Мне сказали, что, ну, идея тупая, но ты можешь все. Я такая, я все могу, поэтому приклеила на клей-момент сердце, которое отковыряло. Мне, кстати, тоже мой мастер, Олеся, дала с собой стразики. Ну, у меня, конечно, с кислороски в ногтях, извините. Санкционочка. И она мне дала с собой стразики, если стразики будут отваливаться. И они действительно какие-то отпадали, потому что мы, чтобы красивый был ноготь, не стали их вокруг закреплять дополнительно гелем. И я, в целом, была морально готова сразу к тому, что они... Подваливаются. Да, подваливаются. Но я просто, когда стразик один отпадает, я его на место сажаю на клей-момент, и все. Хотя кто-то мне сказал, что где-то вздувается гель-лак, поэтому, если так захотите сделать, будьте аккуратнее. Но у меня ничего не вздулось тоже. Так что... Короче, ставлю маникюр максимально 10 из 10. И если вы хотите, чтобы мы приехали к вам с проверкой маникюра, то пишите. У нас все в телевом-канал. Ну и по-трасительной пишите, чем маленький вам кажется. Лучше, хотя я не знаю, как странно, потому что они настолько разные. Да, кстати, тут, наверное, просто бы дело вкуса. Да, дело вкуса. Кому какой ближе. Да, да, да. Всем пока. Пока-пока.